Ничего он не смог сделать, когда после него реальный возник заговор. Реальный, невыдуманный. То есть Сталина отравили, вы считаете? Ну, там отравили, что с ним сделали. Ну, конечно, такое не могло произойти, само собой. Ну, как это так? Понимаете, чтобы понять Сталин, который оказался без медицинской помощи полтора суток. Да, невозможно. Маленький эпизод. Я его недавно прочитал, я его не знал. Когда была подсдамская конференция, есть документ. Это 1945 год? Да, 1945 год. А лета 1945 года делили Европу. Несколько дивизий НКВД охраны. Зачистка все железные дороги. Бесконечное количество там миноискателей всего по железной дороге. Ну, это все ладно. С собой везли проверенных живых коров. Чтобы товарищу Сталину молочко было натуральное, от проверенной коровки, проверенной, я еще думаю, на человеке опробированной, и так далее, и так далее, и так далее. С него сдували пылинки. Если все расскажи про то, что товарищ Сталин ходил в солдатской шинельке, спал на железной кровати. Ходил. Ходил, да, ходил, 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 да. Вот. Он очень, очень и очень следил за своей безопасностью, за своим комфортом и за своим здоровьем. Поэтому ситуация, когда он провалялся на полу полтора сутка и потом помер, не могла произойти никак, кроме как в результате заговора. Причем заговор, конечно, был на самом верху, и был, конечно, в НКВД, и, скорее всего, во главе был Берия.